Всем здарова, здарова, здарова! С вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел рассказать о очень крутой игре, которая вышла эксклюзивно для Nvidia Shield. Игра называется Uncertain, и стоимость её составляет 690 рублей. Данная игра была создана русскими разработчиками. Помимо этого, она вышла одновременно и на ПК, и, кстати, требования достаточно мощные. По сюжету вы играете в мире роботов, когда всё человечество вымерло, и на планете Земля остались только роботы, которые работают, что-то делают, ну, какие выполняют какие-то обязанности, которые выполняли раньше люди. Конкретно вы играете за робота-изобретателя, который проявляет несвойственное к другим роботам любопытство и пытается разобраться в ситуации. Игра обладает очень-очень симпатичной графикой, но что меня разочаровало, это то, что на моём планшете игра лагала. Лагала, ещё раз лагала. То есть в начальной заставке, когда показывают начало самой игры, игра притормаживала, ну, не знаю, может, не оптимизирована игра. Как я понимаю, это связано с тем, что игра очень требовательна, но когда я уже там по сюжету попала в дом, игра уже перестала лагать. Жанр игры квест, вы будете взаимодействовать с различными предметами, вещами, а забыл упомянуть, что игра обязательно требует геймпад, без него вы не сыграете. Вы будете передвигаться роботом на джойстике, да, с помощью джойстика. Одним джойстиком вы будете управлять, чтобы наш персонаж передвигался, робот, а другим вы, как мышка, будете направлять и взаимодействовать с различными предметами. Вы можете взять, допустим, предмет или узнать о нём информацию. Помимо этого будут различные диалоги. По крайней мере, вначале мы общались с роботом-заказчиком, и вы будете выбирать различные варианты ответа на заданные вам вопросы. Так что вам предстоит узнать больше об окружающем мире, жизни людей и истории их разновений. Занимает она 1,7 гигабайт. И на всех устройствах она запустится. Но очень радует, что мобильные игры как-то развиваются, и разработчики пытаются придумать что-то новое. И реально именно в графике сделано просто охренительно, потому что тут, как я понимаю, используются новейшие технологии от NVIDIA. Поэтому она выглядит так красиво и замечательно. А теперь давайте скажу плюсы и минусы данной игры. Плюс, самый главный плюс, это очень крутая графика. Игра на русском языке. Ну и очень интересный сюжет, и звуковое упражнение тоже не подвело. Минус, цена в 690 рублей, наличие джойсика для того, чтобы сыграть, по-другому в неё не сыграйте. И очень такое сильное требование, но оно исходит из плюса, что графически игра сделана великолепно. Вот эти минусы я бы отметил. И ещё то, что налагает даже на моём устройстве, одном из самых мощных на Android. А так игра шикарная, крутая, я без озрения совести ставлю ей пятёрочку. Ссылочку оставлю под видео. Если у вас достаточно мощное устройство, и вы готовы потратить 690 рублей, скачивайте и наслаждайтесь этой замечательной игрой. Или скачивайте её на компьютере и покупайте. О такой замечательной и очень крутой игре я хотел вам сегодня рассказать. А с вами был Незабываемый Андроид Андроидыч. Всем до скорой встречи!